Продолжение следует... Начинаем наш вебинар с календаря событий. Сегодня у нас не ожидается интересной статистики. И в этой связи мы перейдем к обзору пары евро-доллар. В пятницу мы с вами говорили о том, что открываем позиции на покупку, ожидаем рост котировок выше 14 фигуры. И у нас в пятницу максимум дня был 1.1418, сегодня максимум дня чуть повыше 1.1427. И в целом, если смотреть на день сегодняшний, то статистики, как мы уже с вами сказали, сегодня нет интересной. И здесь необходимо смотреть на два рынка. Это рынок долговой, то есть гособлигации, и рынок фондовый. Нас интересуют в первую очередь площадки в Америке, потому что сегодня начинается с интерпретативной отчетностью в США. Сегодня будет первый отчет от алюминиевой компании «Алко». И вот эти два рынка и определят сегодня ход торгов в подлинной европейской валюте. И необходимо отметить, что по этим рынкам формируется такой противоречивый фон. Если мы посмотрим на текущий график доходности двух инструментов, это линия зеленого цвета верхней у нас, американский 10-летний трежерис, их доходность, и также немецкие 10-летние банды, то мы с вами увидим, что дифференциал доходности все-таки в пользу именно американских гособлигаций. Соответственно, этот сигнал позитивен для доллара. То есть можно ожидать снижения котировок. С другой стороны, сегодня стартует сезон отчетности, о котором я уже сказал. И здесь все эксперты ожидают снижения корпоративных прибылий практически по всем компаниям, ведущим американским. То есть получается, будет плохой сезон корпоративной отчетности, плохие отчеты. Соответственно, можно ожидать снижения котировок по рынку акций. Потому что все-таки акции зависят от прибыли. Если прибыль растет, то и котировки акций движутся вверх. И, соответственно, если прибыль падает, то и котировки акций движутся вниз. Поэтому ожидают падение прибыли все экономисты инвестбанков. Здесь никаких даже сомнений ни у кого нет. И действительно, факторы негативные для американского рынка. Это и доллар сильно вырос, и, допустим, цены на биржевые товары упали. Вот сегодня начитывается алко, то есть цены на алюминий также падали. И, соответственно, все это плохо получается для выручки и для чистой прибыли компаний. Плюс спрос замедлился на рынках развивающихся, допустим, в Китае. Замедление спроса в России, в Бразилии, в ЮАР и так далее. И, соответственно, здесь получается, что вполне логичны эти ожидания, что прибыли будут уменьшаться. Соответственно, для рынка акций это плохо. И получается уже где-то начиная с 16.30, когда откроются площадки в Америке, здесь уже можно ожидать снижения котировок по рынку акций. И, соответственно, этот фактор уже позитивен для евро, поскольку евро у нас валюта фондирования. Поэтому получается вот такой противоречивый фон. И сегодня достаточно трудно понять, на чем же рынок все-таки остановится. Либо рынок остановится на том, что фондовые индексы падают, и евро у нас пойдет в рост на 1.1436 и 1.1450. Либо все-таки буду смотреть на кредитные рынки, и, соответственно, евро будет находиться в консолидации на 14-й фигуре, и, возможно, чуть ниже 13.80. Поэтому сегодня факторы противоречивые. Я бы сегодня побыл в стороне данной валютной пары. У нас-то сегодня есть другие хорошие сигналы, мы сейчас об этом поговорим. Если вот, допустим, в последний наш вебинар, который мы проводили в пятницу, 8 апреля, у нас были сигналы для того, чтобы покупать, и действительно рост котировок у нас состоялся. Сегодня вот такие сигналы получаются смешанные. И когда смешанные сигналы, то лучше побыть в стороне и лучше выбрать, допустим, более интересный инструмент, как вот, допустим, в пятницу на вебинаре меня спрашивали про золото. Я говорил о том, что золото такой инструмент, который показывает смешанный сигнал, и лучше присмотритесь к нефти, где можно ожидать роста котировок. И те, кто в пятницу нефть покупали, я думаю, остались довольны, потому что нефть и бренд WTI у нас показали очень хороший рост, очень такой сильный, и можно было на этом хорошо заработать. Поэтому по-прежнему мы выбираем сильные инструменты, и сегодня сильные инструменты там, где высокая вероятность либо продавать, либо покупать. Здесь по паре евро-доллар примерно 50 на 50, и мы не можем сказать, что данный инструмент очень сильный для покупок, либо для продаж. Поэтому пока что побудем лучше в стороне от данной валютной пары, и будем искать более другие сильные сигналы. Уважаемые коллеги, задавайте, пожалуйста, свои вопросы по паре евро-доллар, и я на них с удовольствием отвечу. Еще у нас на сегодня следующий уровень поддержки и сопротивления по паре евро-доллар, это 1.1376 и 1.1318 поддержки, и сопротивление 1.1436 и 1.1466. Роман, благодарю вас за ответ. Действительно, как вы сами вот увидели в пятницу, что лучше все-таки убирать именно сильные инструменты, где очень хорошие сигналы. Поэтому мы с вами на наших вебинарах этим и занимаемся, что ищем сильные инструменты. И вот, допустим, пара фунт-доллара, о которой мы сейчас поговорим, здесь формируется вполне хороший сигнал для того, чтобы покупать данную валютную пару. К тому же вот открылись торги в Лондоне в 10 часов в Москве, и мы видим с вами снижение котировок. Нам это с вами только на руку, потому что тем самым котировки стали пониже, и уровни уже более привлекательные для того, чтобы открывать позиции на покупку. Здесь какие причины для того, чтобы открывать позиции на покупку по данной валютной паре? Есть две причины. Первая причина – это рынок нефти, о котором мы уже немного поговорили, что он продемонстрировал хороший рост. И вот здесь агреляция как раз двух инструментов – это линия синего цвета нефть марки Brent, и нижняя линия зеленого цвета – это пара фунт-доллар. Как мы видим, пара фунт-доллар находится во флете, при этом нефть очень сильно стартовала вверх. И те цели, о которых я говорил в марте, в начале апреля, они по-прежнему актуальны. То есть первая цель – это 43, вторая – 44, и третья цель – это уже на начало мая – 48. То есть есть шансы на то, что мы можем сходить по 48, там и шансы по технике, и по циклам получаются, что мы можем. Единственное, что рынок может на это не пойти, и запросто через неделю, ровно 18 апреля, когда уже будет опубликован пресс-релиз каторской встречи нефтяников, здесь уже рынок может развернуться и раньше времени. А так, в целом, еще сохраняются возможности для того, чтобы на 48 в начале мая сходить. И там, я думаю, мы либо идем на коррекцию сильную, либо мы даже идем на разворот тренда. Но это уже будем смотреть непосредственно в те дни, когда мы будем проводить наши вебинары, потому что заранее тут достаточно тяжело забегать вперед. Поэтому пока что еще растем. Первая цель – 43 по нефти бренд, допустим. И, соответственно, если нефть будет расти, шансы на это очень высокие. Вот, допустим, посмотрите на недельки по нефти, откройте для себя этот график, и вы увидите модель бычьего поглощения, причем формата недельные свечи, то есть это очень сильная модель. Если бы, допустим, такая модель была на часовых свечах, то мы бы говорили, что сигнал хороший, но это сигнал не такой сильный, как, допустим, если сравнивать с недельной свечой. Соответственно, чем выше таймфрейм, тем выше сигнал, поэтому сигнал достаточно сильный, хороший, и здесь, получается, шансы очень высокие для того, чтобы минимум, максимум, который был в марте, 42.90, его обновили. И сейчас котировка по бренд 4153, то есть полтора доллара мы еще можем сходить наверх. Соответственно, это позитивно для пары фунт-доллар, потому что между ними есть прямая корреляция, и вот нефть стартовала раньше вверх, и я думаю, британец также будет подтягиваться за нефтью. И второй фактор – это долговой рынок, доходности в четверг и в пятницу. У британских гособлигаций десятилетних, они все-таки, хоть и так умеренно, но все же подросли. Подросли к американским трежерисам, к немецким бандам. То есть на долговом рынке все-таки есть небольшой интерес к британским активам, соответственно, это все позитивно для британской валюты. И вот эти две причины, на мой взгляд, и поддерживают спрос на пару фунт-доллар. И первую покупку можно уже с текущих уровней открывать 1.41.15. И второй buy limit я бы разместил в области нижней границы по Боллинжеру. То есть мы сейчас, если посмотреть на часовые свечки и нанести на него индикатор, наложить на этот график, как часовые свечки пары фунт-доллар, индикатор полоса Боллинжера с периодом 24, потому что в сутках у нас 24 часа. И здесь мы видим, что сейчас котировки находятся как раз на средней границе. Это вот 41.12, у нас средняя граница по часовикам. И нижняя граница – это 1.4075, и вот как раз туда можно второй buy limit поставить. И ждать рост котировок я бы предложил до отметки 1.4160 на сегодня. Первые цели 42 ровно. Шансы, что сходим на 42 ровно, на мой взгляд, сегодня невысокие, но вот на 41.60 шансы достаточно высокие. И вот такой сигнал на сегодня по паре фунт-доллар. То есть открываем позицию на покупку, можно на текущих уровнях, на средней по Боллинжеру. И вторую позицию, второй buy limit устанавливаем на нижнюю границу. И ждем рост котировок чуть выше верхней границы по Боллинжеру и Часвиках. У нас сейчас верхняя граница 41.50, и вот есть область сопротивления 41.72. И вот мы ожидаем как раз рост котировок 41.50, 41.72, берем среднее значение 41.60. Вот в эту область основная цель у нас на сегодня. Уважаемые коллеги, задавайте, пожалуйста, свои вопросы по паре фунт-доллар, либо, возможно, есть вопросы по нефти, потому что мы затронули и рынок нефти при анализе пары фунт-доллар, потому что есть между ними корреляция, и, соответственно, также по нефти можно вопрос задать. Что касается нефти, Виталий, то я бы, смотрите, у нас сейчас на Часвиках мы гэп закрыли, потому что сегодня открылись выше, чем закрытие пятницы. Соответственно, гэп сейчас закрыли. Поэтому, если посмотреть на Боллинджер на Часвиках, то у нас отметка 41.36 средняя граница, а минимум 41.40, поэтому я бы все-таки открывал не сейчас, а чуть пониже, допустим, на 41.10 первый байлимит, и второй байлимит я бы разместил на отметке 40 ровно. Нефть инструмент очень волатильный, поэтому здесь запросто она может на доллар сходить в течение часа и обратно вернуться, поэтому вроде бы 40 далеко, но это не для нефти. У нефти все очень быстро, она быстро ходит и вверх-вниз, поэтому 41.10, 40 ровно, и 43.00 первая цель, 44.00 вторая цель. Соответственно, если уверенно закрепляемся за 44, тогда получается 48 до начала мая, и там уже, наверное, уходим на коррекцию, на мой взгляд. Так, хотел начать по фунту, то значит фунт упадет. Смотрите, Роман, не обязательно, чтобы фунт упал до 40.70, о котором вы написали. Вполне может быть, фунт скорректируется до 1.40.75 как раз, но может и не скорректироваться. Допустим, фунт может скорректироваться до 41.00 ровно, и дальше его могут покупать. Понимаете, здесь не вот что, если у нас нефть немножко подкорректируется в 41.02, она сразу же все это прям пункт в пункт пойдет на пару фунт-доллар. То есть, допустим, нефть может чуть побольше подкорректироваться, фунт чуть поменьше. И плюс, возможно, мы даже 41.02 по нефти не увидим, а можем увидеть 41.10 только. Поэтому второй байлимит также разместите на 40.75, но туда мы можем и не сходить. Поэтому первую покупку можно размещать уже с текущих, входить в пару фунт-доллар. Перейдем к обзору пары доллар-японская иена. И здесь у нас распродажи, причем распродажи такие очень массовые. И в пятницу мы говорили, что смотрим за американским фондовым рынком. СНП 500, как он себя ведет, так и поступаем с парой доллар-иена. СНП продавали в американскую сессию, фьючерс и пару доллар-иен также продавали. И сегодня мы смотрим за отчетами по американским корпорациям. Вообще в течение апреля и мая нас ожидает много отчетов. На этой неделе будет много отчетов и на будущей неделе. И в целом, если посмотреть на американский фондовый рынок, то перспектива по-прежнему туманная. И я вот еще в марте месяце говорил о том, что, на мой взгляд, рынок будут загонять вверх в конце марта, начале апреля, чтобы там его опустить сильно вниз. И если посмотреть, когда у нас был максимум по СНП, то он был установлен 4 апреля. То здесь в целом все совпадает с тем моим мнением, что сначала рынок все-таки вверх загонят и потом уже сильно опустят вниз. Поэтому я думаю, что сезон отчетов будет плохой и рынки будут сильно находиться под давлением. Особенно в мае месяце, потому что май вообще плохой рынок для рынков акций американских. И очень часто в мае распродажи, причем сильные распродажи. И если у нас отчеты по корпорациям плохие, то распродажи бывают в 10 случаях из 10. Поэтому я думаю, что в мае будут сильные продажи и в апреле продажи начнутся. Поэтому здесь получается для пары доллар-иена движение вниз, потому что пара доллар-иена, как мы видим с вами на текущем графике, она коррелирует с фондовыми индексами. Вот здесь, допустим, у нас линия зеленого цвета, нижняя линия это Nikkei 225, который у нас вниз очень сильно сходил в начале апреля. И вот сегодня тоже хоть небольшой откат, но тоже все-таки еще в Красной области торгуется индекс. И то же самое пара доллар-японская иена, линия красного цвета, то же самое снижение. Поэтому здесь, я думаю, что будет снижение. И снижение начнется именно в американскую торговую сессию, активная такая в 16.30 по Москве. У нас американская сессия на валютном рынке начинается в 15.00. Но вот биржа в Нью-Йорке и NASDAQ, и NICE, они начинают и в Чикаго, они начинают на час, позже, на полтора часа. Поэтому где-то с 16.00 на 0.16.30 у нас, я думаю, начнется движение вниз. А до этого времени мы вполне можем немного сходить и вверх, допустим, к средней границе по Bollinger на часовиках. Это отметка 108.25. Если посмотреть на индикаторы силы тренда, на дневках значение 43.5, на часовиках значение 44.8, то есть оба таймфрейма показывают движение вниз, то есть очень сильное. Причем у нас нет значения 60, которое указывает на то, что тренд может замедлиться. Поэтому индикаторы силы тренда указывают на то, что движение вниз еще может продолжаться. Поэтому с учетом того, что фондовые рынки могут сегодня продемонстрировать снижение, и, соответственно, это хорошо для евро, поскольку и для евро, и для иены, поскольку иены – это валюта фондирования, то здесь ищем точки для того, чтобы открывать позиции на продажу и лучше продавать не на текущих, а на небольшом росте. Поэтому я бы предложил следующие точки выбрать на сегодняшний день. Это 108.25. Средняя граница по Bollinger на часовиках. И также 108.60 – это у нас на сегодня область сопротивления. И фиксировать прибыль. Здесь две цели. Первая цель – 107.60, а и вторая цель – 107.00, ровно по паре доллар-японская иена. Уважаемые коллеги, задавайте, пожалуйста, свои вопросы, и я на них с удовольствием отвечу. Ярослав, благодарю вас за вопрос. Вы знаете, я не могу сейчас более подробно об этом рассказать, потому что разговор очень долгий. Здесь плюс еще надо графики показывать, более такие длинные. Поэтому, если у вас есть возможность, поищите информацию в интернете. Там будет очень много информации, очень графиков много, долгосрочной корреляции и так далее и тому подобное. Поэтому нефть с фунтом связаны. Так же, как, допустим, мы с вами спорили в том году, евро-фунт кросс-курс с парой фунт-доллар связаны. И вы тогда мне обещали написать ответ, почему Марк Карни анализирует именно кросс-курс евро-фунт, а не пару фунт-доллар. И вот вы до сих пор мне этот ответ не предоставили, поэтому ответ я помню, Ярослав, вы его обещали, поэтому напишите. Обещания свои нужно выполнять, поэтому мы все ждем, да, и вот Роман тоже помнит, все мы ждем от вас исполнить данных обещаний. Поэтому здесь зависимость есть и если вот у нас будет такая возможность, проведем обязательно вебинар по корреляциям и там уже тогда я смогу более детально показать, допустим, какая есть взаимосвязь между кросс-курсом, между британской валютой и парой фунт-доллар. Здесь пока что в рамках текущего вебинара у меня нету под рукой, во-первых, графиков таких, чтобы показать, допустим, и краткосрочную корреляцию, и долгосрочную корреляцию. И, соответственно, вот проведем такой вебинар, чтобы вопросов таких уже больше не возникало. Поскольку корреляции есть, информации в интернете очень много, вы сами это можете также посмотреть. И вот что касается, допустим, опасно покупать и так далее, то я говорю по паре фунт-доллара, покупать цене, допустим, до конца текущего месяца или даже до конца текущей недели. Я говорю о том, что покупать можно на сегодняшний день. Поэтому здесь, если смотреть, допустим, по британской валюте, то в долгосрочной перспективе, даже не долгосрочной, а в среднесрочной перспективе, как только тренд по нефти развернется, я думаю, то же самое и пара фунт-доллара сильно пойдет вниз. И мы еще пойдем ниже, чем те минимумы, которые у нас были в конце февраля, это 1.38.35. Поэтому я думаю, что где-то в период до 1 июля мы еще увидим, что пара будет находиться ниже, чем 1.38.35. Поэтому среднесрочно покупать не стоит. Я все-таки думаю, что сейчас недельку-две мы еще поболтаемся плюс-минус вверх-вниз и затем уже пойдем вниз по британской валюте. А вот сегодня я говорю именно о краткосрочных покупках по данной валютной паре. Что касается вопроса по индексу доллара, я помню ваш вопрос, забыл ответить на него в пятницу, поэтому приношу свои извинения. Просто из головы вылетело. Смотрел я на индекс доллара и здесь, вы знаете, по индексу доллара, я думаю, что здесь, если смотреть на более такую идеальную структуру по индексу доллара, то получается мы еще вполне можем сходить еще чуть-чуть пониже, потому что у нас есть консолидация, причем консолидация такая достаточная на недельных свечках. И здесь, получается, должны обновить нижнюю границу этой консолидации, это 92.52, после чего уже идти, допустим, на 104 либо 108. Сейчас котировки 94.29, то есть до 92.52 не так уж у нас и много, грубо говоря, там 170 пунктов, поэтому такой вариант можно рассматривать, что мы будем тестировать эту нижнюю границу, и вот уже там вполне можно ожидать разворота тенденции, то есть может быть даже такая модель нарисована, как мы одну недельную свечу закрываем ниже этого уровня, 92.52, а вторую недельную свечку мы уже закрываем выше, то есть будет быщее поглощение сформировано. Поэтому по индексу доллара мы вполне можем снижаться до 95.92.52, это вот сильная область поддержки, и там бы я открывал позиции на покупку уже именно по американской валюте, если смотреть, допустим, на индекс, потому что по индексу тоже можно торговать, есть фьючерсный контракт на Чикакской бирже, либо, допустим, вот в этой области 92.52 можно будет продавать позиции на продажу по паре евро-доллар, потому что евро-доллар вот на эту валютную пару приходится основной такой объем в данном индексе. Так, Ярослав, скажем так, я ни в коем случае не указываю на то, что вы, допустим, должны соглашаться или не соглашаться с этим мнением. Нет, я лишь просто то же самое, как и вы, вот вы сказали свое мнение, я полностью с вашим мнением согласен, потому что у каждого человека есть свое мнение, это во-первых, а во-вторых, я тоже самое просто лишь высказал свое мнение, что есть корреляции между данными инструментами нефтью и британской валютой, кросс-курсом и парой фунт-доллар. Поэтому здесь вот так вот. И плюс я просто лишь навсего напомнил вам о том, что вы нам обещали всем рассказать про Марко Карни, почему же все-таки глава Банка Англии смотрит непосредственно на кросс-курс евро-фунта при определении политики денежно-кредитной. То есть, почему они не смотрят тогда на пару фунт-доллар? И раз они смотрят на пару евро-фунт руководства в Банке Англии, значит, данная валютная пара чем-то нам важна. То есть, даже если мы не берем, скажем так, во внимание, чем она важна и так далее, и тому подобное, просто значит, хотя бы что-то в данной валютной паре есть. Раз Банк Англии, Центральный банк смотрит на данный кросс-курс. Да, тогда напишите, пожалуйста, мы все ждем. Уважаемые коллеги, если есть вопросы по другим инструментам, задавайте, пожалуйста, у нас еще немного времени, я с удовольствием на них отвечу. Так, вот по золоту вопрос. Что касается золота, Роман, благодарю вас за комментарий по золоту. Вы знаете, я вот сейчас по золоту нахожусь в сомнениях, и вот на текущую неделю я бы по золоту ничего бы не делал, побыл в стороне, потому что есть факторы по-прежнему противоречивые. Один фактор хороший, это то, что, допустим, нефть растет, растут инфляционные ожидания. Для золота это позитивно, а золото может сходить вверх. Теперь вопрос, куда вверх? Если смотреть на Боллинджер на Дневках, то верхняя граница это 1264. Теперь вопрос возникает, возьмем ли мы эту верхнюю границу или нет. Если же, допустим, смотреть на фондовые площадки, то фонды площадки, на мой взгляд, будут падать, это тоже плюс для золота. Получается, золото может взять верхнюю границу по Боллинджеру и пойти тогда, допустим, на 1290. С другой стороны, в четверг будут данные по инфляции в США, и здесь данные могут быть поддержкой уже непосредственно американской валюте, и для золота это плохо. Тогда получается вот такой смешанный фон. Поэтому здесь сильных сигналов по золоту нет, и они могут появиться уже в пятницу. К пятнице будет более-менее такая ясная картина. А сейчас по золоту, я думаю, что мы можем расти на 1263. Там дальше, я уже не знаю, пробьем ли мы эту область или нет. Поэтому, если есть, допустим, желание, то можно покупать золото на откатах, и 1263 позиции закрывать. И до пятницы, значит, закрывать. До пятницы ничего не делать, а в пятницу еще раз можно будет в золоту вернуться. Пока что по золоту фон позитивный, но возникает вопрос, возьмем ли мы 1263, вот эту область. До этой области золото дойдет, я думаю. А там уже начинаются вопросы. По паре фунта и японская иена, Игорь, вы знаете, я думаю, что данная валютная пара будет снижаться, то есть будет укрепление иены как к доллару, так и к британской валюте. И здесь, если посмотреть уже по уровням, до каких уровней данная валютная пара может снижаться, то у нас минимум был в начале, не в начале апреля, а на минувшей неделе, 151.62, и я думаю, что на 151.20 мы сходим по данной валютной паре, а там уже необходимо смотреть. То есть здесь тоже сильные такие сигналы на продажу, как по технике, так и по фундаменту. Пунктов на 150 от текущих уровней может пара снизиться, а там уже необходимо дальше будет еще раз посмотреть. Здесь причина та же самая, что и в паре доллар-иена. Распродажи на фондовых рынках поддерживают спрос на иену как в паре с долларом, так и в паре с британской валютой. Что касается уровней по японской иене, то сейчас тогда на слайд вернемся. Это получается у нас 108, ровно 108.60 сопротивлений и 107.49, 106.61 уровня поддержки на сегодня. Уважаемые коллеги, мы завершаем наш вебинар. Благодарю всех за внимание. Желаю сегодня всем успешной торговли, хорошего настроения. Так вот, Ярослав ответил нам на вопрос. Тогда прочитаем обязательно. Совершенно разные инструменты, связь абсолютно различная. Ярослав, честно говоря, благодарю вас, во-первых, за ответ, но мой вопрос был в другом. Вы, скажем так, ответили мне, но на другой вопрос я спросил. И вот сегодня, и еще в минувшем году, в 2015-м, мы с вами говорили о том, что почему Марк Карни и в целом Банк Англии смотрят на кросс-курс еврофунд. И почему они именно свои вот эти ориентиры по экономике определяют за счет того, что кросс-курс еврофунд. И вот здесь я, к сожалению, не увидел ни одного слова про Марка Карни, почему они смотрят за этим кросс-курсом. Поэтому, к сожалению, не могу вам зачитать ответ на этот вопрос, потому что вы мне на него не ответили. Если у вас есть какие-то мнения, напишите, пожалуйста, уже завтра или на будущей неделе. Поэтому вопрос был немножко другой и в минувшем году, и сегодня. Про Банк Англии я спрашивал, потому что Банк Англии определяет у нас тренды по британской валюте, соответственно, почему Банк Англии смотрит на кросс-курс еврофунд. Вы ответили, что фунт доллара и еврофунт – совершенно разные инструменты и так далее. Но я спрашивал именно про Банк Англии. Уважаемые коллеги, завершаем наш вебинар. Благодарю всех за внимание, желаю всем успехов. И завтра я жду вас на нашем вебинаре в 10.30 по московскому времени. Еще раз всем успехов и до новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»!